Достигнем скоро дна, как в 90-е. Я сейчас, пророждаемость падает из года в год. По данным социального фонда страны, антирекорды будем бить в ближайшие три года. Проблема, как говорят, демографической яме. Как выбраться из нее, что делают для этого власти и какая поддержка реально нужна потенциальным мамам? Обсудим эту тему с экспертами, подведем итоги уходящей недели. Динамика рождаемости в России в ближайшие годы скатится к уровню 90-х годов. Такой прогноз содержится в материалах к проекту бюджета социального фонда, пишет РБК. Властям нужно понимать, сколько денег потребуется на выплаты по маткапиталу, детские пособия и так далее. Вот и составляют прогнозы, прикидывают, сколько новых россиян появится на свет в ближайшие три года. И вот результат. Все эти цифры – это эхо демографической ямы 90-х годов, говорят эксперты. Десятилетие после развала СССР рождаемость в России падала вплоть до 1999 года. И сегодня, через пару с лишним десятков лет, потенциальных матерей буквально стало меньше. Отсюда и антирекорды. Вот, например, в этом году, по прогнозам экспертов, в России на свет появится 1 миллион 245 тысяч человек. Дальше меньше. В 2024 еще на 73 тысячи новорожденных. Это примерно как в начале 90-х годов. В тот период мы в этом плане достигли своеобразного дна. Ну и далее снижение рождаемости в 2025 и 2026 годах. Социологи говорят дело не только в количестве потенциальных матерей. Женщины стали чаще откладывать беременность на более поздние сроки. Своё мнение на этот счёт озвучит профессор, доктор социологических наук Екатерина Митягина. Итак, такая тенденция прослеживается сегодня во всех регионах нашей страны. Да, это действительно тенденция как в Российской Федерации, так и в Кировской области. Мы понимаем, что возраст, репродуктивный возраст у нас вообще он с 15 до 49 лет, а возраст, на который приходится примерно 80% рождений, это с 20 до 34 лет. И мы понимаем, что те женщины, которым сегодня примерно 20 лет, они родились где-то в 2002 году. 2002 год – это время, когда была самая низкая рождаемость, очень низкая рождаемость, там показатели. И этот период, он продолжался в часть 90-х годов и 2000-е. Поэтому вот первую причину я бы назвала всё-таки это чисто демографическая причина. У нас просто нет женщин, ну, снижается количество женщин вот такого репродуктивного возраста. Ну и рожают сейчас, позже откладывают из-за карьеры и так далее. Я специально себе выписала, что в 2018 году это было 28,7 десятых года девушка рожала. В 21 году это уже 29 лет в основном. И вот на начало этого года у нас есть, ну, еще неофициальные цифры, но это примерно 29,4-29,5 десятых года. Получается, что вот возраст тех, кто рожает, он сейчас существенно повысился. И если не брать в расчет мат-капитал, об этом мы еще поговорим чуть позже, что еще могло бы простимулировать женщин в России сегодня рожать? Когда мы попросили женщин назвать основные причины, чему они на сегодняшний день не рожают детей, то на втором месте эта причина там с 2019 года была 17 процентов, а стало 26. Так вот она уже есть столько детей, сколько хотелось бы. Да, то есть вот. И этот процент, ну, он получается, что только растет. Поэтому, понимаете, эти меры, те меры, которые были приняты, они уже подействовали. И мы сейчас должны говорить о том, что необходимы, ну, как бы, следующий перечень мер. И вот то, что я, например, вижу, если мы говорим, во-первых, об увеличении возраста рождений, вот, то я бы посоветовала, например, такие меры, как... А сейчас все меры направлены преимущественно на малообеспеченные семьи, на ранние рождения и так далее. Но я понимаю, что есть, например, пласт достаточно большой. Ну, например, женщины, одиноко проживающие, да, у которых там нет детей, и мы понимаем, что с этими женщинами можно работать. Ну, или, например, женщины среднего возраста уже со взрослыми детьми, то есть дети, которых выросли. Ну, я вот, например, считаю, что очень благодатная для этого категория – это женщины с детьми-погодками. Вот, то есть два ребенка, когда-то было очень тяжело, да, но через какое-то время они вырастают, вот, они друг за другом уже присматривают, вот, и женщина, которая, ну, как бы, очень много времени им посвятила, она начинает задумываться о том, как бы, вот, родить, например, третьего ребенка, да, ну, и так далее. И можно много таких категорий достаточно набирать, там, дети, там, например, работающие родители, да, или, там, семьи с детьми от 3 до 5 лет. То есть, в принципе, таких категорий можно выделить много. Деньги, меры социальной поддержки и так далее – все это тоже влияет на рождаемость в стране. Например, после введения материнского капитала в 2007 году в России наблюдался всплеск рождаемости. Рекорд пришелся на 2014 год. Почти 2 миллиона новорожденных пик за весь постсоветский период. И сейчас выделяются немалые суммы. В 2024 году на выплаты маткапитала и пособии в связи с рождением ребенка выделят почти 3 триллиона рублей. Так почему деньги тогда, в конце нулевых, сыграли свою роль, простимулировали рождаемость, а сейчас этого недостаточно. Я думаю, что этот вопрос вообще уже стал не в плоскости действительно финансовой. Этот вопрос именно стал по отношению людей к процессу происходящему, к обществу. И люди как бы оценивают вообще, если я буду рожать, то как бы, а что будет дальше? То есть люди, ну, я не знаю, не скажу, конечно, что все там, но многие как бы разучились определенно там трудиться. То есть денег дают, пособия дают, научили, что ну так, мне что-то там перепадет, как бы вот первого там я выращу, второго там возможно, а третьего уже не идут, не рожают, потому что, ну, определенное какая-то такая отягощение, тягость, что ли, да, потому что труд ребенок, то есть как бы это определенная тоже работа. И однозначно люди не думают, когда рожают, что там пойдут ли ребенок в детский сад, в школу. То есть это однозначно не стоит на первом там месте, что я не буду рожать, потому что садика рядом с домом нет. Маткапитал действительно как бы волну поднял и действительно был всплеск. Но сейчас маткапитал дают и на первого ребенка, да, но соответственно, те люди, которые вот идут рожать первого ребенка, как бы для них вот этот вот маткапитал не цепляет и не показатель является. Что поможет, что спасет, ну, в моем-то представлении, это стабильность в стране. Кстати, мы уже спрашивали кировчан, что их может сподвигнуть на многодетность. Если уже не хватает потенциальных матерей, может за дело взяться тем, у кого уже есть один или двое детей. Так вот, мы запустили опрос в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Итоги таковы. 34% готовы стать многодетными родителями, если будет много денег. 20% опрошенных нужна квартира за каждого ребенка. И еще напомню мнение Сулис нашего города. Желание двух людей иметь много детей. Достаток, которого будет хватать. Можно же иметь много, но не будет хватать, да? Воспитание соответствующее. Мне кажется, от этого все идет. Создание правовых условий для того, чтобы все это было возможным. Хорошее законодательство, которое работает, а не для бумаги пишется. Желание иметь семью и воспитывать детей. Хорошее отношение друг к другу. А может быть, какая-то материальная составляющая должна быть? Деньги, квартиры? Ну, если есть желание, то, конечно же, это все будет. Условия определенные. А какие? Что должны быть? Ну, социально-экономические, доступность жилья, доступность образования. Потому что молодежь сейчас в первую очередь ставит перед собой задачу в качестве карьерного роста, получения образования. Чтобы была действительно поддержка государства, когда они получают воспитание, образование. И я думаю, что в этом случае, наверное, будут и многодетные семьи. Все вместе. Образование и хорошая зарплата, доход, естественно. Любовь, самое главное. Счастье, благополучие. А может, какая-то материальная составляющая? Деньги, квартиры? Ну, это уже на второй план. А так обязательно, да. Но для начала нужна любовь между мужем и женой. А там уже все само пойдет. Главное – счастье. Спасибо. Власти страны рассчитывают стабилизировать рождаемость к 2030 году. Так прописано в едином плане достижения национальных целей. Эксперты предупреждают, из-за нынешнего уровня рождаемости в стране грозит повторение демографической ямы лет через 25. Но только тогда она будет еще на более низком уровне. Решили выкинуть мусор на лесной опушке? Не стоит. Вас снимет камера, а значит, будет и штраф. В области следят за незаконными свалками с помощью системы фотофиксации. Об этом не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. На этой неделе мой коллега Александр Бушмакин решил проверить, как у нас в городе выполняются различного рода обещания и распоряжения по строительству различных объектов, например. Вот, к слову, решением суда власти обязаны были установить остановочный павильон на улице Ленина к 1 октября этого года. Появилась остановка? Нет. Почему? Ответы в нашем следующем сюжете. Осенний пейзаж на набережной Грина такой же романтичный, как и произведения писателей. Однако во всей этой романтике есть ложка дегтя. За высоким металлическим забором идет реставрация береговой ротонды. Судя по паспорту объекта, срок окончания работ 2 октября. Сегодня третье. Что-то пошло не так? На два архитектурных памятника планировали потратить около 12 миллионов рублей. Объекты культурного наследия, береговую и центральную ротонды начали реставрировать еще летом. Но когда их стали разбирать, оказалось, что дефектов больше, чем предполагалось. В администрации рассказали, территориальное управление по Первомайскому району направило запрос на внесение изменений в проект. 4 октября в Киров планируют приехать специалисты технического и авторского надзора. И уже на месте будет приниматься решение о дальнейшем восстановлении объектов культурного наследия. Муниципальный контракт продлили до 1 декабря. А это остановка Трифонов монастырь. Кажется, чего-то не хватает. Верно. Остановочного павильона. До 2021 года здесь был самовольно построенный киоск. Его снесли. В администрации планировали поставить умную остановку. Передумали. Осень 2023 года. Павильона так и нет. Оказалось, это незаконно. 21 августа на сайте прокуратуры региона появилась информация. Решением суда муниципалитету установлен срок для устранения нарушений закона до 1 октября 2023 года. Сегодня третий день месяца. В администрации пояснили. Подрядчик все сделает до 15 октября. Остановочный павильон представляет из себя конструкцию из металла и стекла. Также размеры ее будут более 5 метров. Она будет в длину. То есть она довольно-таки вместимая будет. Так как у нас пассажиропоток на данном участке довольно-таки большой. Поэтому принято решение было установить, скажем так, большой павильон. В хорошую погоду да на скейт-площадку. Но хорошая погода есть, а скейт-площадки нет. В Кочаровском парке к 30 сентября в мэрии планировали сделать новое пространство. Однако и здесь не сложилось. Тер-управлении по Ленинскому району рассказали. Подрядчика искали уже три раза и даже нашли. Но из-за того, что этот самый исполнитель не успел подписать электронные документы, торги не состоялись и теперь его проверит федеральная антимонопольная служба. Там будут рассматривать вопрос добросовестности этой организации. Но, как рассказали в администрации, этот подрядчик готов исправиться и выйти на торги снова. Я думаю, что до 1 декабря, возможно, реализуем. Речь идет о том, что там не будет резинового покрытия, которое требует довольно сильно положительных температур. Поэтому есть вероятность, надежда, что мы выполним все. С опозданием, но все выполнить власти настроены. По новым обещаниям, до конца года кировчане все-таки успеют посмотреть ротонды, смогут спрятаться от дождя на остановке. А вот получится ли покататься на скейт-площадке, это зависит и от сроков, и от погоды. Александр Бушмакин, Александр Нестеров, Светлана Гудименко, Алексей Зырянов. Беро новостей. Довича. Зато в городе появилась новая дорога. Долгожданный ремонт студенческого проезда завершился. В ходе работы было уложено почти 7 тысяч квадратных метров гранитного щебня и более 6 тысяч тонн асфальта. Открывали проезжую часть торжественно под фанфары. Оценила объект дорожного строительства моя коллега Екатерина Дворникова. Два года ремонтных работ подошли к концу. Более 10 лет участок студенческого проезда от улицы Московской до улицы Воровского находился в аварийном состоянии. Проехать по бетонным плитам с глубокими ямами было практически невозможно. Но после проведения капитального ремонта здесь теперь может ездить транспорт. Такое стало возможно благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ по обновлению участка составила более 150 миллионов рублей. Выделить средства – это один момент. Ее нужно правильно и качественно еще построить. В этом приняла у нас наша областная организация «Вятавтодор», которая, я считаю, на сегодняшний день очень достойна. Ее откапиталили и сделали прекрасную дорогу. И она на сегодняшний день действительно соединила две, назовем, крупные артерии. Это улица Воровского и улицу Московскую. Также этот участок должен разгрузить улицу Производственную, на которой часто образуются пробки. Объект построен с соблюдением современных нормативов и требований, отметил гендиректор «Вятавтодора». В ходе ремонта были заменены подземные коммуникации. Проведено 205 метров ливневой канализации. Дорожное полотно расширили. Теперь здесь четыре полосы. Тротуары огорожены. Проведено освещение. После ввода в эксплуатацию уже посмотрим, как данный участок студенческого проезда будет использоваться. И будем, конечно, рассматривать возможность дополнительного, так скажем, обеспечения безопасности движения. Потому что было много жалоб, что и в период производства работ здесь была парковка и транзитного транспорта, и больших грузов. В дальнейшем, возможно, на данном участке установят камеры фото и видеофиксации. Для обеспечения безопасности сейчас на данном участке размещены знаки дорожного движения. На полотно нанесена разметка. Движения на перекрестке студенческого проезда и улицы Московской регулируются светофором. Екатерина Дворникова, Кирилл Лянгузов, Бюро новостей Давича. Кировчан раздражают заторы на перекрестке улиц Щерса и Производственной. Там люди стоят в пробках более получаса. Особенно остро проблема ощущается в часы пик. А сколько было планов у властей решить данную проблему? Мы выяснили на уходящей неделе, реально ли разобраться с этим вопросом. Восемь утра, час пик, перекресток улиц Производственной и Щерса. Уже традиционная пробка и с города, и в город. Вот только такой традиции кировчане не рады. Жители жалуются в соцсетях, приходится стоять по 40 минут, а то и больше. А ведь этой проблеме уже не первый год. И не один год кировчане возмущаются. Транспорта все больше, проехать все сложнее. Два года назад администрация попробовала решить проблему. В октябре 2021-го на этом перекрестке заменили светофоры. Установили дополнительные секции со стрелкой для безопасного поворота налево. В администрации утверждали, что модернизация светофоров сделана по предписанию ГИБДД для безопасности. Но заторы как были, так и остались, говорит водитель Константин Бармин. Обычно ситуация позволяет ехать в три ряда, хотя знаками это запрещено. Но в данном случае это единственный способ как-то немножко разгрузить. Вот, допустим, вчера с утра я проехал почти 40 минут от перекрестка Кольцова производственной вот до сюда. В городских пабликах горожане уже не просто возмущаются, а даже предлагают решение проблемы. Однако, по словам автора публикации, который пожелал остаться неизвестным, администрация отвечает на это лишь отписками. В мае наша редакция уже освещала проблему этого перекрестка. Тогда в городском ГИБДД нам рассказали и даже показали проект по уширению перекрестка Щерса производственная. Проект предусматривает увеличение количества полос, что позволяет увеличить пропускную способность перекрестка, а также разделяет пешеходные транспортные потоки. Проект утвержден, но прежде чем дорогу начнут делать, администрации предстоит подготовить необходимые документы. Начало работ запланировано в следующем году. Но решит ли проблему уширение самого перекрестка? Необходимо глобально бороться с заторами, считает общественник Константин Сичехин. Данная пробка, она будет здесь постоянно до тех пор, пока, во-первых, не будет построена обездная города Кирова. Это раз. Во-вторых, если не будет уширения не только этого перекрестка, а совсем улицы производственной, ну как минимум до улицы Воровского, надо дополнительные полосы, потому что транспорт будет стоять. Когда именно в следующем году начнется модернизация этого перекрестка неизвестно. И пока в администрации делают документы, проходят экспертизы, водителям остается стоять в пробках и писать гневные комментарии в социальных сетях. Особенно утром и вечером. Александр Башмакин, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. Власти решили бороться с несанкционированными свалками с помощью фотоловушек. Это специальные комплексы, которые установлены в тех местах, где чаще всего появляются стихийные свалки. Говорят, система дает результат. Уже выписано 11 штрафов. О том, как работает устройство, моя коллега Надежда Шаблина поговорила в эфире выпуска Бюро новостей Давича на уходящей неделе с министром охраны окружающей среды Кировской области Тимуром Абашевым. Расскажите, пожалуйста, насколько остро у нас сейчас стоит проблема со стихийными свалками в Кировской области? Если говорить в ретроспективе 3-5 лет, например, то ситуация исправляется. Год от года нам все реже и реже поступают обращения граждан о свалках в лесах, в оврагах, в каких-то местах, куда люди обычно выбрасывают мусор. Но вместе с тем такая ситуация, проблема, она есть на сегодняшний день. Если ранее, например, в 2018 году ежегодно нам поступало порядка 400 обращений на стихийные свалки, то сейчас это количество сократилось примерно в три раза. Порядка 150 обращений к нам поступают ежегодно. В первую очередь люди жалуются на захламление территорий лесов и оврагов вокруг города Кирова. Это Кировская агломерация, Слободской район, Юрианский район, пригород города Кирова в основном. Также поступают обращения на свалки рядом с садовыми товарищами и гаражными кооперативами. Но в целых их становится чуточку меньше, меняется, может быть, структура отходов, но проблема эта остается. И вот, получается, вы придумали новый тип борьбы, это фотоловушки устанавливают. Да, изучали опыт наших коллег и совместно с Министерством лесного хозяйства отрабатывали, так как чаще всего свалки образуются на землях лесного фонда, как-то с ними надо бороться, привлекать, ловить за руку тех нерадивых граждан или предприятий, которые вывозят мусор и вываливают ее. Поэтому в этом году было принято решение в качестве такого пилотного проекта установка фотоловушек. Ловушки устанавливали в Котельническом, Слободском, Юрианском районе, как уже сказал, в пригородах города Кирова. В общем-то, они показывают свой достаточно эффективный механизм. Ну вот если вкратце, как они работают? Фотоловушку устанавливают. Уже из года в год у нас есть места, на которые образуются, где образуются постоянно стихийные свалки. То есть мы видим, что туда подвозят отходы с какой-то периодичностью. В этом месте устанавливается фотоловушка, направляется так, чтобы было видно процесс выгрузки мусора из автомобиля и в то же время, чтобы попал регистрационный знак на камеру. С периодичностью примерно раз в неделю, раз в две недели информацию с фотоловушек мы собираем, обновляем. Где-то дистанционно, где-то приходится выезжать на место и забирать карту памяти. Соответственно, эту информацию о зафиксированном факте правонарушения направляем сотрудникам полиции. Извините, что перебивают здесь, но сколько нарушителей уже? Ну, вот привлекли 11 человек. Самих фактов, когда выбрасывают мусор, их гораздо больше. Порядка 30 у нас было случаев зафиксировано, но где-то не видны марка автомобиля, нельзя установить ее. Где-то регистрационный номер не читается, ну, по тем или иным причинам. Вот, а по 11 совместно с полицией отработали, в принципе, привлекли к ответственности нарушителей и направили им представление, чтобы они эти свалки убирали. И к новостям культуры. В Кирове, наконец, официально открыли после долгой реставрации приказную избу. К слову, объект культурного наследия федерального значения. На церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. Давайте вместе оценим, как теперь выглядит снаружи и изнутри наша главная достопримечательность города. Двери приказной избы вновь открыты. Музей готов принимать гостей. Кировчане ждали этого события год. Именно столько длилась масштабная реставрация. До этого памятник истории и культуры был в аварийном состоянии. Теперь беспокоиться не о чем. Здание, которое является уникальным объектом федерального значения, спасено и снова начинает работать. Люди, значит, ждали и видели, сколько сегодня здесь просто было граждан, которые с удовольствием сюда пришли посмотреть и порадоваться, что наконец-то произошел. Виктор Петрович Савиных зашел, случайно шел мимо. Действительно случайно зашел и зашел с первой фразой. Ну, наконец-то. Экспозиция музея познакомит жителей гостей города с историей здания и улицы Казанской, а также с вятскими ремеслами. Есть здесь и уникальные экспонаты, сохранившиеся с конца 19 века. Например, этот буфет с резным орнаментом. Лет ему уже много, а выглядит вполне надежно. Посетители также смогут узнать о традициях вятского гостеприимства и кухни. Когда-то давно в этом здании было питейное заведение, в котором каждый желающий мог отдохнуть и отведать блюда русской кухни. Экспозиция приказной избы воссоздает историческую атмосферу вятки. Ну, в целом она сейчас логична, и я думаю, что для наших посетителей, в том числе маленьких посетителей особенно, будет интересно узнать много нового, интересного о жизни нашего города и вот именно этого пространства в 18, 19, 20 веках. В дальнейшем здесь планируют расширить экспозицию и задействовать подвальные помещения. А пока работники музея готовы радушно встречать гостей, которых в ближайшее время будет много. Заявок на экскурсию подано уже на неделю вперед, отметил губернатор. Екатерина Дворникова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. Такой запомнилась нам уходящая неделя. На этом буду заканчивать. Всем приятных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова